Сегодня мы с вами продолжаем цикл коротких уроков по законам Шаббата и Ирхот Шаббат. Сегодня мы с вами разбираем Малехет, работу, которая называется Лаш. Лаш значит месить, нири. Когда человек, что такое лаш? Амиарав кемах, умай, когда человек перемешивает воду и муку в ее цер и сахар из лаш. И тем самым он создает тесто, он нарушил Шаббат. Он нарушил закон, работу, которая называется лаш, месить, замешивать, нири. Размешивание, да? Нет, месить это отдельное Малеха. Before you get to cooking, even you just put flour and water together, you mix it, that's it. That's your person already violated Шаббат. В дни... Муку и вода. В дни... Малехи же пекут заранее. Что пекут? Да, ну допустим, человек забыл, что сегодня Шаббат. Он замесил тесто. Потом слепил из него колобок. Запек колобка. Он нарушил как минимум два запрета. Месить и печь. И потом он говорит, эй, братка, сегодня Шаббат. Он говорит, о, Шаббат, что я сделал? Он говорит, ты должен принести две грехочистительные жертвы. За то, что ты месил и за то, что ты пёк. Два барана. Я не помню, что там, козла, по-моему. Или козочку. Хатат, две грехочистительные жертвы. А ты третий баран. Это относится не только к замеске именно теста. Или коль эгу вису в шельдовар муфран. Восифатоле муцак. Кего носит бетон? Это относится ко всему. То, что можно замешать. И потом получится какая-то такая смесь, в которой можно что-то лепить. Например, бетон. А если человек замешал бетон, он тоже нарушил Шаббат. Шаббат. Он нельзя строить. Какой бетон? Ничего нельзя делать. Строить, это отдельная работа. Но даже замешивать бетон, если ты будешь говорить, я буду строить после Шаббата, я сейчас замешаю. А бетон-мешалка должна работать все равно. Арабы, какая нам разница, что арабы делают? Ре-азур-мешум-лаш. Но нам, евреям, бетон мешать нельзя. На самом деле, это работа не так... Так вы не мешайте бетон, даже не в Шаббат. Я больше не мешаю бетон. А там в Шаббат не мешают. Ни цемент, ни бетон, ничего. Ты куришь, говоришь, в субботу, я не курю в субботу, но я ни в понедельник не кури, ни в вторник не кури. Никогда не не кури. Вы знаете, одного раввина пригласили на похороны евреям дать это... как называется? Юлоджи, да? Как по-русски это будет? Спич, да. Соболезно было. Как? Некролог. Некролог это называется? Да. В общем, последнюю речь про усопшего сказать. И он говорит, ну он, он говорит, шаббат соблюдал, он говорит, нет. Говорит, кошер накушал, говорит, нет. У всех... Говорит, я не знаю, что делать. Говорит, вроде заплатили уже, надо что-то хорошее сказать. Он говорит, встает такой, говорит, этот человек, говорит, этот человек, говорит, ни разу в Шаббат тфилин не одел. Ни разу. У меня был товарищ, вы мне сейчас напомнили, у меня был товарищ в Ешиве, мы с ним учились вместе. Он уехал на каникулы, я ему звоню, говорю, брат, я говорю, ты тфилин Ешиве забыл. А он говорит, а у него отец не еврей. Он говорит, у меня, говорит, это обычаи от моего папы, говорит, я тфилин не одеваю. Вчера, Вчера Бенсон Ласси рассказал анекдот. Ну-ка. Идет чемпионат мира по горнолыжному спуску. Выступает Россия, Америка, Европа, Израиль. Начинает с России. Спускается, молодец, 39 секунд. На старт вышла Америка. Выступает 35 секунд. Молодец, все хлопают. На старт вышла Европа. Спускается 30 секунд. Молодец. Выступает Израиль. Мощь или на старт? Старь. Проходит минута. Мощь или нет? Две минуты нет? Пять минут нет? Десять минут нет? Наконец, мощь появился. Мощь или где ты был? Вы представляете, говорит, эти чудики, везде как на всяких воротах. Поставили мисусы? Всем мисусы покажем. Окей. Следующая работа у нас называется Мевашель или Офе. Офе это печь, значит, Мевашель это готовить. Это, that's cooking. Кто-то спрашивал там про cooking, готовить. Окей, Данил, here it is. It's in the same category. В одинаковой категории у нас есть Baking, Cooking, Frying. It's all in the same category. Окей? Нельзя не готовить на воде, нельзя не жарить, нельзя не выпекать, нельзя roast, да, как бы жарить на огне. Это все шаббат, делать категорически нельзя. А подогревать можно? Подогревать определенным образом определенную еду. Суп можно подогревать? Суп нельзя подогревать. Нет, бляха есть. Сфарадим точно нельзя подогревать. Вопрос, а чулок можно подогревать? Чулок? Он полусуп получает. Определенным образом. Если больше половины твердое, чем жидкое, то подогревать можно. А как подогревать? Но подогревать шаббат, но кладешь на огне, на открытом огне Нельзя ничего. Нельзя не готовить. Готовить вообще нельзя. Подогревать тоже нельзя, на открытом огне. Нашзеки мы ушали, это выглядит, как будто ты готовишь. Кто-то зайдет к тебе, скажет, о, шаббат готовит. С ума соскочили. Поэтому шаббат подогревают определенным образом, ставят, что называется, плата. Если ты наказываешь... Блэх. Блэх. Электрические платы. Есть электрические. Потом вставляют в розетку такой кусок металла, и на него ставят. Или, если у тебя нет электрических, ты можешь поставить кусок железа просто на газовую плетку. До шаббата включить. Это очень опасно. Эфран, а в Кубе, знаете, как было? Таню, это тендер. Тендер. Там были угли, и клали, как, свой, это, бухлямя, или... Не. Она до утра не была. Клали, это... Тендер, это тендер. Ну, ну. И он до утра был, который был горячим. У нас, мой прадед всегда ел холодное, он не хранил. Пол кусок сыра поесть, хлеб, там, овощи. Ого. Умничай. Ты понял, что было? Я понял, я был на печенье делал. На шаббата зажгли на углях. Вот этот горшочек. Угля. Это называется, когда так делали, во время Талмуды тоже так делали. Называется группа китума, чтобы... Все горячее не было. Чтобы можно было разогревать, на этом должно быть... угли должны быть покрыты пеплом. Почему? Чтобы... Они покрывались. Нужно так что-то делать, чтобы человек не забыл и не поворошил угли. Ничего не трогает. Ну, хорошо, если не трогали, хорошо, да? Окей. Исюр мавашель, варить, это относится не только к еде. Например, раскалять металл, плавить. Вот тут картинки есть отличные, да? Плавить металл или раскалять его, это тоже мавашель. Это нижний Тагил. Это тоже называется варить. В шаббат варить относится не только к еде. Мелтинг вакс, да, если человек плавит этот самый, как называется по-русски, воск. Это тоже мавашель, он тоже варит его, получается. И так далее. Рамбам и Мишнабрура приводят это, они определяют запрет варить следующим образом. Он говорит, все, что ты меняешь структуру с помощью этого огня и делаешь то, что было мягким, ты делаешь это твердым, например, как яйцо. Да, чем больше ты его варишь, тем оно твердже становится. Или наоборот, было что-то твердое, ты его сделал мягким, как большинство продуктов. Whatever you cook, the longer you cook, the softer you make it. You're changing the structure, the texture of the product, you're cooking. Да? То есть, момент, когда ты это называется готовить, используя хит, используя огонь. Поэтому шаббат готовить нельзя, нельзя bake, нельзя выпекать, нельзя жарить. Все должно быть готово до шаббата. Знаете, у Ляма Баа, будущий мир, он уподобляется шаббату, что говорят, что когда человек попадает в будущий мир, он ничего не может сделать. Все, что он успел приготовить в этом мире, он от этого поедает в будущем мире. То же самое с шаббат. В пятницу все бегут в магазин, бегут, скорее всего, рыбу почистил, пожарил, это закинул, то закинул, смотрим на часы, все, 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 быстрее, быстрее, как марафон такой, да? Все, зажигание свечей, прокричала сирена, шкия засела солнце, все, уже ничего готовить нельзя, что успел готовить, то ты кушаешь. Что не успел, то готовить, или ты выключаешь до шаббата, или оставляешь весь шаббат. А что выключать нельзя разве? Шаббат? Да. Огонь выключать в шаббат нельзя. Ты понимаешь, почему я говорю, Раби, Михаля? У две семьи так сгорело. Как они сгорели? Больше, не дай богу. Одна сгорела семья, потому что у них замкнула плата электрическая, кстати. Электрическая, нет, на бетфорде. У них замкнула электрическая плата. А вторая была. Вторая была вообще не в шаббат сгорела. Вторая была Ханукова. Пожары бывают сто... И, кстати, во многих ешивах в Литве запрещали эти ханукальные свечи зажигать в комнатах. Почему? Потому что они опасались пожара. Окошко кладил. Послушайте, а человек должен думать о безопасности, о пожарной безопасности, о любой безопасности. Я должен взять деньги, Барри. Ну, бывает, бывает, замыкает, конечно, бывает. Честно говоря, мне кажется, этот газ безопаснее, чем электрический плата. А мне наоборот кажется. Многие не согласятся, А? They say a gas is very dangerous. Почему? Потому что если она потухнет, человек может задохнуться от газа. Но if you keep it very, very low, что там... It's not even low, понимаешь? Это плита накаляется. Не дай бог, там другие конфорки. Потому что маленькие газы все равно идет же. Смотри, что многие люди делают, они ставят электрическую плату на таймер. Вот так. Надо было... Они ставят на таймер. 21 век, упростить кое-что. Надо было или придумать антидот, придумать такие технологии. Короче, гайк, ноу-хау придумай. Придумай ноу-хау. Ноу-хау это таймер. Есть очень... Многие-многие люди, они не... Они не оставляют плату весь шаббат. Она включается утром и вечером она выключается, на ночь выключается. И утром включается, когда тебе нужно разыгреть. Потом есть такие, эти штуки, называется слово куколь, как для чём-то. Ты видел это? Вот это спросил. Да? Глизы. И да, райс куколь или слово куколь, они специально сделаны для того, чтобы всю ночь готовить. Это не... Они как бы считаются безопасными. То есть ты включил на ночь, а она всю ночь готовит на тихо-на-тихо. Вопрос. Вот, читайте наши штуки. Я поставил сделать, скажем, суп, да? Валерия. Убайся до утра, мы всё поедем. Выключать её не можешь. Что выключать? Плату? Плату. Электрическую? Слоу кукер, да. Ничего нельзя выключать? Правильно.